Ну а свалок вокруг города станет меньше уже через год. В этом уверены в Министерстве природных ресурсов и экологии. Дело в том, что в 2016 в крае заработает абсолютно новая схема обращения с отходами. Моя коллега Мария Терехина нашла людей, которые уже зарабатывают на сборе и переработке отходов. А заодно узнала, что выиграет регион от нового закона. На этой свалке мусор со всего права берега. За одну смену его привозят сюда более 200 груженных камазов. После эти люди профессионально занимаются сортировкой хлама. Они рассказывают, в мусоре порой можно найти и деньги, и драгоценности. Сегодня на самой грязной, но не пыльной работе трудятся более 200 человек. На выходе из пакетов, макулатуры, бутыльков от шампуней получаются брикеты весом до 500 килограммов. Планы, они у нас и были, и они остаются. Это наладить непосредственно на этой площадке собственную переработку, в частности пластики, для получения контейнеров для сбора мусора. Замыкая весь этот цикл, позволит не повышать тариф для населения. Это очень важно. Отсюда уже рассортированные отходы вывозят и продают в другие регионы, как в Торсырье. Допустим, из ящиков, канистров, бутылок мы делаем мебельную фурнитуру, упаковочные детали. Бизнесом по переработке отходов Анатолий занимается три года. Он сотрудничает со всеми местными магазинами и предприятиями. Рассказывает, из обыкновенного хлама на его заводе только за месяц изготавливают более 70 тонн полезных изделий. Например, из мешков, вешалки, из пластика, щетки. Потом этот товар продают по всей России. В Москве, Барнауле, Челябинске. В планах у предпринимателя перерабатывать все твердые бытовые отходы. Мы займемся в новой производственном месте, то есть в промзоне за городом Дивногоцком, где будем перерабатывать отходы, выброшенные нашими жителями. Полностью обеспечивать и перерабатывать город Дивногоц, который на сегодняшний день выкидывает на полигоны Красноярска в районе 15-25 тысяч тонн. В Министерстве природных ресурсов и экологии говорят, сейчас в Красноярске действует только 7 фирм по переработке отходов и 2 сортировочных комплекса. А город Миллионник ежегодно производит более 300 тысяч тонн бытового мусора. С такими объемами действующие производства и полигоны не справляются. Власти рассчитывают, что ситуацию изменит новый закон. С 2017 года захоронение отходов, которые можно использовать, будет запрещено. Наша задача совместно с теми компаниями, полигонами, которые сегодня у нас работают, в течение 2016 года, чтобы подобные проекты были внедрены повсеместно. По задумке властей отходы станут товаром, который будет приносить реальную прибыль, причем не только мусороперерабатывающим компаниям, но и бюджетом. А населению это даст дополнительные рабочие места. И очевидный плюс – это поможет разгрузить полигоны и ликвидировать несанкционированные свалки. Мария Терехина, Евгений Иванов, 7 канал.